Всем привет! С вами я, Дима Двадыкуб, и очередной выпуск новостей музыкальной индустрии от MusicMagTV. В прошлый раз мы с вами рассмотрели самые интересные новинки, прошедшие музыкальные выставки NAMM 2016. И сегодня мы с вами продолжим это дело и рассмотрим еще несколько новых замечательных устройств, представленных этой зимой в Анахайме. Итак, поехали! Компания MFB представила на выставке целых две новых аналоговых драм-машины, которые получили название MFB Tanzbar Lite и MFB Tanzmouse. Новые драм-машины являются обновлениями предыдущих моделей от MFB 503 и 522. При этом движок MFB Tanzbar Lite предлагает нам 9 полностью аналоговых перкуссионных звуков, в то время как MFB Tanzmouse имеет 5 аналоговых обрабанных звуков плюс 2 дорожки 12-битных сэмплов. Обе машинки оснащены самыми необходимыми элементами для создания мощных и плотных аналоговых барабанных лупов. Среди них программируемый 16-шаговый секвенсор с индивидуальными настройками длины, функцией параметра LOG и двумя частями, 5 LFO для модуляции любых параметров, индивидуальные аудиовыходы, возможность создания цепочек паттернов и полная MIDI-имплементация. Обе новинки выполнены в прочных металлических корпусах с деревянными боковинами. Стоимость устройств составляет 500 евро за модуль MFB Tanzbar Lite и 550 евро за MFB Tanzmouse. Приобрести новую драм-машину можно в интернет-магазине mmag.ru уже сейчас. Компания KORG в этом году подарила нам немало сюрпризов. Помимо всем нам уже знакомого полифонического аналогового синтезатора KORG Mini-Lock, компания представила еще несколько интересных новинок. Среди них новый грувбокс из серии компактных грувбоксов KORG Volk, который получил название KORG Volk FM. На этот раз компания KORG решила дополнить линейку карманных грувбоксов Volk устройством с FM-движком, знакомым нам благодаря популярнейшим синтезаторам DX от компании Yamaha. Собственный дизайн нового KORG Volk выполнен именно в этом стиле. KORG Volk FM оснащен мощным движком с шестью операторами, двухфазными огибающими и генератором LFO. Управление параметрами осуществляется как с помощью энкодеров, расположенных на передней панели, так и с помощью нового ленточного контроллера, облегчающего детальное редактирование всех параметров мощного FM-движка. Также на борту имеются классические секвенсор в стиле Volk, позволяющий сохранять параметры автоматизации, встроенный арпеджиатор и эффект хоруса. Память устройства рассчитана на хранение восьми звуковых пресетов и шестнадцати паттеров. KORG Volk FM должен появиться в продаже уже в ближайшие 2-3 месяца. При этом стоимость нового устройства будет стандартной, около 200 долларов. До сих пор мы с вами говорили только о железе, однако в текущем году производители представили немало интересных устройств для любителей и софтовой среды. Давайте рассмотрим с вами самые интересные MIDI-контроллеры, представленные на выставке NAMM 2016. Начнем с новых контроллеров от компании KORG, NanoKey и NanoControl Studio. Новые устройства, помимо расширения функционала, приобрели возможность передачи MIDI-данных не только по USB, но и по беспроводному протоколу Bluetooth 4.0. Что касается новых возможностей, то к ним в первую очередь стоит отнести различные ладовые и аккордовые настройки моделей NanoKey Studio. Стоимость новинок составит около 200 долларов за каждую из моделей. Компания Arturia закрепляет успех прошлогоднего BitStep Pro с помощью нового контроллера-секвенсора K-Step, сочетающего функции 32-клавичной динамической клавиатуры с арпеджиатором, аккордовыми настройками и полифонического секвенсора на 16 шагов с возможностью передачи MIDI и CV-данных. Стоимость новинки составит 150 долларов. Уникальный контроллер Expressive E-Touch, представляющий собой небольшую MIDI-педаль с деревянной крышкой, предлагает нам получить новый уровень динамического контроля над MIDI-параметрами. Новая педаль реагирует на малейшее прикосновение и умеет распознавать как перемещение пальца, так и силу давления. При этом каждый из типов движения может быть закреплен за отдельным параметром. Стоимость новинки пока неизвестна. Вы уже наверняка знакомы с новым уникальным клавишным инструментом Seaboard от компании Rolli. Вдохновленная многочисленными положительными отзывами, компания в текущем году представила два новых клавишных контроллера Seaboard Rise с 25 и 49 клавишами. Как и классический Seaboard, новые контроллеры оснащены уникальной силиконовой клавиатурой, сочетающей хроматическую механику с ленточным контроллером и умеющей распознавать динамику после нажатия и отклонения по высоте. Стоимость Seaboard Rise 25 составит 800 долларов, ну а Seaboard Rise 49 обойдется вам в 1200 долларов. При этом в комплекте с контроллерами поставляется бесплатная восьмидорочная версия Bitwix Studio и софтовый синтезатор Rolli-Equator. М-Аудио также представили новый клавишный контроллер, получивший название Control 49. Новинка оснащена ярким цветным дисплеем, отличной полувзвешенной клавиатурой и всеми необходимыми элементами для контроля за софтовой средой. Стоимость нового контроллера составит 500 долларов. Небольшой 25-клавишный контроллер Five Mini, представленный компанией Alesis, и наверняка должен понравиться всем любителям компактных устройств, особенно с учетом его невероятно низкой цены, которая, правда, пока не объявлена. И, наконец, новинка от компании Yamaha под названием BT-01, обеспечивающая любой миди-интерфейс возможностью беспроводной передачи данных с помощью специального адаптера. Правда, работает данная новинка только с Mac-устройствами, оснащенными системой iOS 9.2 или Mac OS Yosemite. Стоимость универсального адаптера составит всего 50 долларов. Компания Valdorf порадовала в этом году всех любителей модульных синтезаторов выпуском новой уникальной CV-клавиатуры, которая совмещена с кейсом для установки Еврорек-модулей. Также компания Valdorf предложила нашему вниманию три новых Еврорек-модуля. Новая 37-клавишная клавиатура с посленажатием KB37 от Valdorf сочетает отличную полувзвешенную механику от FATAR с полноценным Еврорек-кейсом на 107 HP. При этом модуль клавиатуры оснащен всем необходимым. Здесь есть колеса высоты тона и модуляции, кнопки сдвига октав, функция Glide, возможность выбора приоритета ноты в монорежиме и функция Gate-ретриггеринга. Кроме того, интерфейс клавиатуры оснащен 8-ю CV, тремя триггерными и одним Gate-выходами, а также полноценными MIDI-портами. Становимость новой клавиатуры составит 350 долларов. Помимо клавиатуры, компания также представила три новых Еврорек-модуля, включающих двойной модуль аналогового усилителя DVCA-1, модуль компрессора 7P-1 и модуляционный блок MODE-1. Компания Windows объявила о работе над поддержкой протокола Thunderbolt в своей новой операционной системе Windows 10. Несмотря на то, что работа над поддержкой Thunderbolt, одного из самых перспективных портов для передачи потоковых аудиоданных, ведется компанией Microsoft еще с ноября прошлого года, для максимально удачной интеграции этого типа связи с системой Windows необходимо решить несколько важных вопросов, касающихся в первую очередь безопасности системы. Дело в том, что протокол Thunderbolt использует прямой доступ к памяти, что до сих пор приводило к нарушениям стабильности работы Windows. Однако проблему практически полностью удалось решить благодаря использованию специализированного чипсета Alpine Rich. В данный момент программисты Microsoft заняты созданием универсального драйвера для верного взаимодействия данной цепи модулей в системах любой конфигурации. Это означает, что компьютеры PC, оснащенные Thunderbolt интерфейсом, уже очень скоро могут стать реальностью. Подробную информацию по данному вопросу вы сможете найти по ссылке в описании к нашему видео. Компания Roland объявила о сотрудничестве с австралийской компанией Virtual Sonics, результатом которой должно стать появление нового уникального формата – облачного VST. Проект, получивший кодовое название Roland Virtual Sonics, по словам специалистов, должен стать новым шагом эволюционного развития современного музыкального творчества и обеспечить решение многих насущных проблем, связанных с удаленной коллаборацией при создании музыки. Итогом проекта должен стать новый полноценный облачный сервис, включающий целый комплект профессиональных инструментов, таких как универсальные коммуникационные сервисы и софтовые продукты, призванные обеспечивать удобный процесс совместной работы музыкантов и продюсеров со всего мира. Звучит довольно интересно. Что ж, будем ждать результатов работы, которые, как сообщаются, будут представлены общественности уже к лету текущего года. Вернемся к новостям выставки NAMM 2016. Шведская компания Electron представила новую версию системы Overbridge, обеспечивающей стабильную взаимосвязь всех устройств Electron-аналог серии с любой софтовой средой. Новая версия системы Overbridge 1.10 получила как общее обновление, касающееся в первую очередь стабильности системы, так и некоторые дополнительные возможности. Среди них функция Total Recall, позволяющая сохранить все настройки подключенных устройств внутри DAW проекта, поддержка OS X L-Captain, функция автоматизации мьютов дорожек, новые значения буферизации аудио и многое другое. Скачать новую версию Overbridge вы сможете на официальном сайте компании. Ссылка находится в описании к нашему видео. Популярное iOS-приложение AudioBus, обеспечивающее взаимодействие других музыкальных приложений внутри одного устройства, также недавно получило довольно серьезное обновление. Например, новая версия AudioBus Remote 1.0.5 теперь может быть запущена на одном устройстве с самой программой AudioBus. Кроме того, пользователи iOS 9 получат возможность работы с AudioBus Remote в режиме мультизадачности. Окно приложения в этом случае будет открываться во всплывающем режиме, что позволит управлять запуском и остановкой воспроизведения секвенсоров различных приложений, не оторваясь от редактирования параметров активной программы. На этом наш сегодняшний выпуск новостей окончен. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok